Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что этот ролик вам точно понравится, поэтому давайте соберем 3000 лайков, потому что лайки это самая большая благодарность для ютубера за работу над его контентом. Настолько же важная, как подписка и колокольчик, ведь без подписки меня смотрят 54% зрителей. Так что если ты один из них, давай исправь эту ситуацию. Также не забывай, что у нас есть группа ВКонтакте с расписанием стримов, которые выходят 4 раза в неделю в 7 часов вечера по Москве. А также мой инстаграм, где ты сможешь увидеть истории из моей жизни, свежие фоточки и поучаствовать в розыгрыше. Ну а теперь усаживайся поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Клан 6 уровня пуля в обоими набирает активных игроков, начиная от 9-й ратуши. Клан не взрослый коллектив, поэтому вход приветствуется, начиная от 16 лет. Ближайшие цели клана подняться в крустальную лигу Волвака и создать себе красивую серию побед. Со-руководители клана всегда помогут грамотно распределить атаки и поддержат вас хорошим донатом, поскольку они являются 11-ми и 12-ми ратушами. Ребята постоянно участвуют в КВ, поэтому если ты ищешь себе активный клан, то тег клана пуля в обоими есть в описании к этому видео. Ну а мы с вами плавненько переходим к теме сегодняшнего ролика. Начнем вот с этого скриншота. Здесь сразу вразается очень много всего интересного в глаза. Но давайте обратим внимание для начала на героев. Как я уже рассказывала несколько дней назад, герои будут 75-75-50-20, то есть добавляется плюс 5 уровней к королеве и королю. Стоимость короля от 75 уровня будет составлять 300 тысяч дарка, и апаться он будет 8 дней. А вот на этом скриншоте можно увидеть и другие промежуточные расценки, и, собственно, время для апа, которое, кстати, не меняется. Также на этом скриншоте колонка ДПС говорит о количестве урона в секунду, ХП — это здоровье, и, собственно, Regeneration Time — время восстановления. В общем-то, все как обычно. Копите, как говорится, ваши денюжки, но в этом плане, наверное, копите темный эликсир, либо же реальные деньги, поскольку, как всегда, после обновления наверняка будет большое количество различных паков, которые можно будет приобрести в магазине, и таким образом как можно быстрее прокачать своих героев. Тут выбор только за вами и за вашими финансами. Аналогичные характеристики можно увидеть и внизу для королевы. Также прокачка 71 по 75 левел. Следующее, на что нужно обратить внимание, на появление пушки и башни мага нового уровня. Пушка максимальная теперь будет 19 уровня, а башня мага 13. И, блин, качать, не перекачать, вот серьезно, улучшаться не будут 16 и 17 дней, соответственно, то есть очень и очень долго. В общем, реально запасаться, я думаю, тут стоит не только терпением, но еще и различными волшебными предметами. Так что, если у вас есть медальки с ЛВК, не тратьте их прямо сейчас, а лучше сохраните для обновления. Также дополнительная ловушка-пружина будет добавлена на 13-м Тонхолле, и также добавит на 13-й ратуши 50 дополнительных сегментов стены 14-го уровня. Так что можно будет еще немножечко вкачать забор. Следующая важная новость – это изменение лаборатории. И я говорю не только про то, что внешность жительницы почему-то вдруг изменилась на этом скриншоте, но я говорю, к примеру, про лучницу. Ведь не только ей, но еще и некоторым другим войскам добавят по плюс одному левлу. А вот и полное собрание всех тех, кто получает улучшения. Итак, лучница у нас станет 9 уровня, мини-дракончик максимально будет 7, галем 10, а лава 6. Из этого можно сделать вывод, что все любители воздушных миксов сейчас очень хорошо могут подняться не только по кубкам, но и в атаках на КВ, в ЛВК и так далее. И также все любители атак с големами, то есть различные миксы в стиле го-хо, го-ва и так далее. На этом скриншоте, опять же, можно увидеть подробные характеристики, сколько будет стоить, сколько улучшаться. Но я думаю, что с улучшениями тут уже все понятно, что меньше полумесяца практически никто не улучшается, кроме лучницы. То есть все это очень долго, очень дорого и, опять же, нацелено на то, что вам нужно еще, да, чем позаниматься, ну, хотя бы полгодика, хотя бы до зимы, да, для того, чтобы потом выпустить новое обновление. Но, что самое интересное, возможно, вы уже успели заметить, что здесь также присутствуют и осадные машины. На текущий момент в игре четвертый левел по осадным машинам имеет только осадная казарма. А вот таран, дирижабль и камнебросатель у нас третий. Ну, и мне лично было очевидно даже в тот самый начальный момент, когда только вводили осадные казармы, что, естественно, и остальные машины потом получат тоже четвертый уровень. Вот, собственно, так оно и произойдет. Еще немаловажная особенность этого обновления, и, мне кажется, очень такая вещь опасная с одной стороны, с другой стороны, реально классная, это изменение в заклинании молний. Казалось бы, ну что там может поменяться? Ну, снова дали молнии плюс один левел, она будет теперь максимально девятая, но как ей никто не играл, так и не будет. Но на самом деле нет. Я уверена, что после июньского обновления очень многие игроки станут использовать молнию в составе своих сетов. Почему? Потому что вместимость по молниям станет гораздо больше. Молнии теперь занимают всего лишь одно место вместо двух. И, более того, это не единственное изменение, которое с ними произойдет. Самое, на мой взгляд, главное изменение это то, что теперь они имеют немножко меньше урона, меньше радиус, но при этом будут тормозить деф, то есть как бы станет его, и после этого деф будет менять цель. То есть, вы представляете, теперь сингл инферно, грубо говоря, никого не сожгет, потому что цель постоянно будет меняться, если закидывать молниями. А с учетом того, что молния теперь будет занимать всего одно место, это можно делать аж несколько раз за бой. Поэтому, глядя на такой поворот событий, мне кажется, что после выхода июньского обновления вот с этими молниями теперь резонно ожидать большой наплыв атак к винахилам плюс воздух, либо же плюс земля в виде голема, поскольку именно эти юниты получили улучшение. И, опять же, все будут брать эти молнии по две, по три, по четыре штуки для того, чтобы убивать сингл инферно и делать это реально очень быстро и легко. Еще один вывод, который напрашивается сам собой, если у нас появляется в игре лучница девятого уровня, то, скорее всего, это говорит о том, что позднее, в июле, в августе или в сентябре, как решат разработчики, у нас появится и новая супер лучница, потому что, если вы вспомните, то, к примеру, с варваром было именно так. Так что будем использовать эти мои слова как предсказания, и я думаю, что после супер ведьмы и супер дракончика у нас будет супер лучница. Ну и для порядка добавлю, что клонирующее заклинание теперь тоже будет максимальное на плюс один левел выше, то есть шестое, но оно, к сожалению или к счастью, не поменяло своего эффекта. Возвращаясь вот к этому скриншоту, помимо того, что тут есть герои и осадные машины, которые мы рассмотрели, тут как раз есть и новая молния, и новая лава, и новый голем и так далее. Ну и, собственно, еще один скрин подтверждает того, что осадки будут максимальные теперь все четвертого уровня. Это еще пока только начало снэкпиков, начало и распространение официальной информации о том, что будет в обновлении. И с учетом того, что сегодня четверг, а как правило разработчики выкладывают новую информацию каждый день, а значит пятница, суббота, воскресенье, еще ближайшие три дня, когда мы сможем узнать что-то новое, то, скорее всего, я предполагаю, что обновление выйдет в понедельник на следующей неделе. Эта информация чисто от меня, то есть она неофициальная, это мои размышления, если вы согласны, пишите в комментариях, если вы считаете, что должна быть другая дата, тоже пишите в комментариях, возможно, кто-то из нас все равно окажется скоро либо прав, либо неправ. И прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыш, хочу поблагодарить спонсоров канала Red Line, Глеба Лукьянова и Диму Корнюхина за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А в прошлый раз человечек нашел в таинственной пещере сундук, в котором находится свиток правды. Спустя столько лет я наконец-таки нашел его, говорит он. Разворачивает он свиток правды, а там что-то написано. Прочел он, что написано и понял, да, это действительно тот самый свиток правды, настоящий и не подделка. И вопрос заключался лишь в том, что именно он прочитал на свитке правды. А на самом деле на свитке правды было всего лишь коротко и ясно написано следующее. То, что скоро выйдет летнее обновление. Ну, слушай, не поспоришь. Поэтому поздравляю тебя с победой. Геймер YouTube, пожалуйста, присылай номер своего киви, либо же карты под своим комментарием. Ты получаешь от меня приз 75 рублей. Ну, а мы движемся дальше, к следующему мему. А следующий мем, кстати, чем-то похож на предыдущий. В общем-то, человечек в прекрасный солнечный день сел на лапочку и решил почитать свою любимую газету. Открывает он, значит, газету и видит статью, в которой написано было что-то настолько неприятное, плохое и ужасное, после чего он сразу же выкидывает в сторону газету, падает на пол, обнимает себя и начинает просто рыдать и заливаться слезами. Как вы думаете, что он прочитал такого в этой газете, что спровоцировало эту реакцию? Пишите свои идеи в комментарии, автор самого классного коммента, как обычно, получит от меня приз 75 рублей на свой киви или карту. А итоги мы поведем уже в следующем выпуске по Clash of Clans. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И, конечно, ставить лайк на этот ролик. Ну, а я желаю вам удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok